Индекс доллара пытается отыграть вчерашние потери, в то время как японская валюта подбирается к 104-й фигуре. Настроения на рынках нестабильные, пессимизма добавляет ситуация в Гонконге и Аргентине. Банк Китая стабилизировал юань. Это должно было улучшить настроение на рынках, но трейдеры все еще крайне восприимчивы к негативным новостям. Ситуация в Гонконге продолжает накаляться. Из-за массовых протестов пришлось отменить более 130 рейсов. В Аргентине на предварительных президентских выборах победил оппозиционер. Фондовый рынок и песо рухнули. Пара USDJPY падала в течение семи из последних восьми торговых сессий, обновляя годовые минимумы. Сегодня японская валюта открыла день ростом и торгуется в непосредственной близости от отметки в 104 пункта. Такая динамика указывает на беспокойство трейдеров, которые полагают, что эскалация торговой войны вместе с распродажей на фондовых рынках не оставит ФРС другого выбора, кроме как снизить ставки в сентябре. Доллар по отношению к шести ключевым валютам незначительно дорожает с утра, расположившись на отметке 97.53. Фокус рынка постепенно смещается на китайские данные по рознице и объему промышленного производства за июль. Важную роль для доллара может сыграть сегодняшний релиз по инфляции в США. Австралийский доллар предпринимает попытки роста, торгуясь на отметке 0.6758 в паре с долларом США. Потенциал роста курса оси ограничен торговым конфликтом США и Китая. К тому же трейдеры недооценивают вероятность снижения ставки РБА в этом году. Судя по экономическим данным страны, у Центробанка не остается другого выхода, кроме как смягчить политику уже в октябре. Австралийский доллар, скорее всего, ждут дальнейшей потери. Goldman Sachs в понедельник ухудшил прогнозы по паре австралийский доллар против американского в связи с затяжным конфликтом между США и КНР.